Кстати, 5 декабря встретиться главами Азербайджана и России состоится в очень непростой ситуации. Дело в том, что Баку сейчас стреляет в сторону Нагорного Карабаха, наконяет ситуацию именно на границе с Нагорным Карабахом, где сейчас российские миротворцы. Это очень неприятная ситуация, потому что это не первые обстрелы, которые имели место как раз в территории Нагорного Карабаха, где находятся российские миротворцы. И это все оставалось фактически без какого-то резкого ответа со стороны Москвы, потому что на уровне очевидно дипломатического общения, консультации эти обстрелы осуждались. Но все прекрасно понимают, что Москва слишком занята, что сейчас действительно все решается на Украине. Судьба Европейского Союза решается там, понимаете? Не то, что Армения и Азербайджан. Я говорю даже не конфликта Армения и Азербайджан, а в прямом смысле Армения и Азербайджан. Что будет дальше? Будет ли усиление Турции или не будет усиление Турции в регионе? Будет ли возможность у Азербайджана провести границу так, как они захотят? Или такой возможности у них не будет в принципе? Что ждет Пашиняна? Может ли Пашинян иметь шанс уцелеть как политический руководитель, если Россия побеждает? Потому что очевидно, что для России неудобна ситуация конфликта Армении и Азербайджана с разных сторон. И смотрите, Путин не полетел на Большую Двадцатку. Он не поехал туда встречаться со своими коллегами по БРИКС прежде всего и со странами, с крупными экономиками. А в Ереван он прилетел. И обсуждение проблемы в Ереване закончилось ничем. Потому что Пашинян сказал, что я ничего подписывать не буду. Что это означает? Это явный вызов для Москвы. Сейчас нужно добиться, с точки зрения российской дипломатии, какой-никакой стабилизации ситуации в этом перманентном уже кризисе. Такую декларацию и вы не подписали. Поэтому для Москвы проблем здесь очень много. И активность Азербайджана, и активность Пашиняна – это почти одинаковое бедствие. Вы знакомы с этой декларацией? Вы бы тоже не подписали эту декларацию? Речь идет о ДКБ, нет? В саммите ДКБ. Понимаете, в чем дело? Сейчас декларация может быть очень невкусной. Я это понимаю. Я также понимаю, что военный конфликт 2020 года, ну, как бы вот эта фаза его, да, военная этого конфликта, она тоже была очень нехорошей для Армении и крайне травмирующей для армянского общества. Но в нынешних обстоятельствах я бы не ожидал каких-то больших возможностей что-то круто изменить для Армении сейчас. Хорошо, бумага не подписана. Я не читал эти документы. Если вы хотите какие-то там тезисы подчеркнуть, выделить, это будет, конечно, правильно и даже справедливо, необходимо. Я с удовольствием выскажу вам свою муку. Сейчас у нас времени на это нет. Я хочу цитировать Сергея Лаврова. Он сегодня заявил, что праздское соглашение четырехсторонное о том, что мирный договор и делимитация будут проводиться на основе устава ООН и Алматинской декларации и решает вопрос статуса Нагорного Карабаха, что важно. Как вы это понимаете? Нагорный Карабах остается в неопределенном статусе, который будет решаться еще какое-то время. Я бы сказал вам главную мысль о том, что сейчас любые принципиальные и долгоиграющие изменения находятся на Украине. От того, как там развернутся события в течение зимы-весны, будет зависеть все практически. И в Центральной Азии, и на Кавказе. Это решающая сейчас область. Лавров, по всей видимости, стремится к тому, чтобы процесс шел, но в то же самое время не возникало нового напряжения. Как я вижу эту ситуацию. Я не могу сказать, что Пашинян заинтересован в том, чтобы все так и получилось. Я не могу сказать, что Алиев заинтересован в том, чтобы так все получилось. И очевидно, что в том, чтобы ситуация была заморожена хоть в каком-то виде, а статус Нагорного Карабаха обсуждался, но не был утвержден кем-то или принят в качестве утвержденного. Это не в интересах ни Франции, ни Соединенных Штатов, ни Англии. Даже если Франция сейчас может сыграть роль такого патрона и Нагорно-Карабахской республики, и Армении, такого внезапно появившегося защитника и друга, то долго ли это будет продолжаться? Насколько это вообще большой спектакль? И Франция вообще может себе позволить? Франция серьезнейшие внутренние проблемы, которые мы, кстати, недооцениваем. Я говорю о постсайском пространстве. Мы их недооцениваем, они колоссальны. Колоссальное недовольство в обществе. Макрона ненавидят миллионы французов. Можно сказать, что это французская традиция ненавидеть президента сразу после того, как вы его выбрали. В этом веке по-другому во Франции не было. Избрали, возненавидели через неделю уже примерно. И вышли на массовые акции протеста против этого президента с воплем, кто же его выбрал. Но да, это, пожалуй, французские особенности. Но дело в том, что проблемы усилились экономические во Франции. И усилились вообще в Европейском Союзе. Конкурентоспособность французской экономики оказывается не на высоте сейчас. В условиях, кстати, спада, когда Соединенные Штаты, политика повышения базовых ставок, Федеральная резервная система США, Банк Англии, потом Европейский центральный банк, они создали это напряжение, напряжение кризиса в мировой экономике. И это бьет по французскому обществу. И представьте себе французы, которым скажут, знаете, ребята, а сейчас мы будем бороться за Армению. Да они даже не знают, где она находится, по большому счету, или Карабах. Поэтому французские декларации я бы и не считал правильным преувеличивать. Сенат принял, но, как сказать... Хорошо, подождем, что будет дальше. Ну, давайте вернемся на Кавказ. Вам понятно, почему для даже Баку такой сложной ситуации Азербайджан накаляет ситуацию и на иранском направлении? Я не уверен, что Азербайджан действительно накаляет ситуацию на иранском направлении. Я думаю, что если так оно выглядит в какой-то момент, то это скорее игра, направленная на то, чтобы Иран занял нейтральную позицию, не вмешивался. Чтобы Иран не вмешивался. Почему это важно для Азербайджана? Потому что, ну, будем честны, и Азербайджан, и Армения – это государства, которые вот в строго научной макросоциологической классификации могут быть названы внеисторическими. Говоря иначе, Азербайджан хочет расшириться. Как там в армянском обществе были велики настроения, что вот мы уже часть Азербайджана контролируем, можем и больше. По крайней мере, до неудач 2020 года. Но все это нереалистично. А самое главное, все это не ведет к экономическому развитию, потому что все это небольшая игра на фоне очень больших противоречий между другими странами. Иран – участник больших противоречий. У него враг – это Соединенные Штаты. Европейский Союз, ну, в общем, тоже близко к этому положению. Британцы определенно тоже не друзья. Очень не друзья. И в этой истории Азербайджан ничего выиграть не может. Он может только либо имитировать какие-то маневры. То, что он сближается с Западом, отдаляется от Запада, пытается давить на Иран. Но сражаться с Ираном он не может. Азербайджан просто не выдержит этого конфликта. А Запад ему не поможет. Тогда к чему такое обострение? Это очень хрупкие конструкции. И Армения, и Азербайджан – очень хрупкие конструкции. Они могут держаться в столкновении друг с другом какое-то время. То есть это может продолжаться, продолжительный конфликт. Но уцелеть в столкновении с крупной державой, относительно крупной, Айран – это, в общем, большое государство. Еще один нюанс. Силами Азербайджан не может. Поэтому можно играть только. Насколько это противостояние? Если оно есть, конечно, между Тиграном и Баку, обусловлено армянским вопросом. Противоречие есть. Обусловлено не только армянским вопросом. Обусловлено тем, что Азербайджан ориентировался на Запад в качестве ядра миросистемы. И старался иметь с ним отношения, основанные на том, что Запад принимает Азербайджан, азербайджанское руководство, принимает его способ управления государством. И сам факт того, что азербайджанское руководство контролирует столь ценные, обширные, в общем, доходные, столь обширные ресурсы, нефть прежде всего, что это вот азербайджанское. И Запад сюда не лезет, он просто покупает и соглашается работать в финансовой сфере, также с Азербайджаном. И вот такой вот симбиоз существует. Можно вспомнить, конечно, и ситуацию, когда Соединенные Штаты наносили удары по Ираку, и дело и по Афганистану, и была накаленная ситуация по линии Ирана. И тогда, в общем, насколько я помню, Азербайджан предлагал свои аэродромы Соединенным Штатам. Это была, наверное, серьезная ошибка дипломатическая, но если не рассматривать это как ошибку, а рассматривать это просто как проявление большой, ну, относительно большой, или там участие в большой игре международной, то это часть вообще стратегии Азербайджана, которая для Ирана неприемлема. Вот для Ирана неприемлемо признание Запада в качестве ядра миросистемы. У России почему так быстро растут торговые отношения с Ираном? Потому что есть осознание общих интересов и общей доктрины выживания в этом мире. И причем торговля растет через Каспий, и не так быстро через Азербайджан, потому что здесь вот есть трудности, да, и Москва-то, я не думаю, что довольна. Поведением Азербайджана. Это вот такая заноза в данный момент. Ну, а для Ирана это, ну, это как бы возможный удар с тыла, поэтому они тоже здесь напряжены. Но сам Азербайджан, он не может выдержать столкновения, даже с одним Ираном. Я думаю, что никаких шансов нет. А что касается Турции, то Турция просто может в этом увязнуть. И для турок здесь выгоднее отойти в сторону или там оказывать, если вдруг дойдет до конфликта, оказывать ограниченную поддержку. Но вот так вот послать танки, как они послали танки против Армении, для Турции это уже будет очень-очень сложно. Потому что все-таки Иран это серьезная сила. И, ну, давайте вспомним Ирано-Иракскую войну 80-х годов. Сколько она продолжалась и она ни к чему не привела. Вот Сынам Хусейн представлял себе дело так, что он в условиях Иранской революции сможет влезть на эту территорию и забрать что-то ценное. И ничего не получилось. То есть он просто истощился и стал легкой добычей для Соединенных Штатов. Так, заканчиваем, Василий. И напоследок. Что мы имеем в данный момент? Поддержка, в поддержку Армении выступили Франция и Иран. Это четко, нет? Вы согласны со мной. Идет неплохая работа с Индией. Так, неплохо идет взаимодействие с США. Ну, так остается, если Россия выскажет свою позицию по армяно-адзабаджанскому конфликту. Этого достаточно, чтобы Баку заставить сесть за переговорный стол? Коротко, пожалуйста. Сесть за стол, да, достаточно. А для того, чтобы Баку отказался от соблазна занять какие-то... Ну, подвинуть границу, да, будущую еще куда-то где-то, просто физически, для этого недостаточно. Я думаю, что, как я сказал, время провокации уйдет только после окончания военных действий на Украине. Субтитры создавал DimaTorzok